дорогие друзья здравствуйте всем доброго времени суток вы на сангейтс на сангейтс мозгу и сейчас мы с вами будем иметь возможность общаться с основателем сангейт самим майклом мелеховым я звоню майклу и надеюсь что он к нам сейчас присоединиться алло майкл да добрый день вы слышите меня добрый день добрый вечер у кого как да у нас уже очень добрый вечер у нас 9 часов вечера майкл сколько у вас в чикаго у нас 13 часов в час дня и вы так много эфиров интересных сегодня провели расскажите пожалуйста что сегодня было я знаю что было совсем рано утром татьяна синачина потом вы тоже задрагивали важные темы но был один эфир который я после долгого но относительно долгого перерыва делал это по поводу третьей мировой армагеддон так называлась но и предсказаниях естественно продолжение первых двух эфиров которых не было на ютюбе они были с ангейс андеграунд чате на ютюбе их не было но вот я решил сделать это для тех кто еще не ногти кто не в чате телеграм-чате с ангейс андеграунд поэтому вот там было какие-то прогнозы но это тоже далеко не конец поскольку информации очень много она очень серьезная но и тут надо дозированная так думаю давать поскольку кроме того что есть эта информация есть еще какие-то ассоциации с чем-то и как-то вот но программа было много было у нас подряд было два эфира с ариэлем аром вот и после первого эфира который был поза позавчера да я сделал эфир который по ответам на вопросы а вчера был эфир который интересно каким-то образом скажем гораздо меньше просмотров на главном канале а вот на канале откуда сейчас идет трансляция с ангейс москва вот я смотрю было шесть тысяч триста просмотров замечательным образом но 6300 просмотров но это наверное те которые ну не знаю пришли от от ариэля от ариэля да правда у нас была с ним беседа больше часа мы один час по-моему 10 минут с ним беседовались не больше после эфира после вчерашнего эфира на разные темы и конечно эфира вам не хватило да майкл эфира вам не хватило да в эфире понимаете как в эфире не все можно говорить во первых открытым текстом я в отличие от ариэля как-то не очень так сказать давать информацию способен тел который дает он он слишком открыто и слишком прямо каким-то образом это дает но дело не в этом дело в том что сангейс youtube канал это youtube канал но ведь это же сангейс университет а это имеется ввиду о том что самая главная задача же не просто вести передачи на ютюбе и о чем-то рассказывать блистать как говорится там рассказывать какие все о том что мы знаем показывать себя я как раз таки в этом гораздо в меньшей степени и я говорю то что как бы есть да то что где-то написано но смысл того чтобы самое главное в эти тяжелые времена они очень тяжелые их очень много сложности которые будут ну чтобы как бы все-таки себя сохранить сохранить себя своих близких но для этого как известно надо учиться так что комментарии вот которые я смотрю они ну совсем не в тему очень многие комментарии совсем не в тему программы и вообще человек видимо не понимает о чем шла каждый на своей волне да майкл несколько вопросов да хотела бы вам задать и в самом начале я хочу спросить вас о том насколько вы видите в течение года например вот у нас сезона есть весна лета осень и зима вот политические наши да сезоны 2024 года насколько осень сейчас вам кажется напряженный август месяц мы видели что там уже прям ух порох порох вообще просто мог в любой момент просто вспыхнуть да чем идет речь тут попалось мне недавно видео какой-то ведической академии где преподаватель разбирал предсказание монаха авеля вспомнила я и мы же с вами тоже майкл об этом говорили что было предсказание у монаха авеля о том что 21 сентября 2024 года в россии поменяется власть ну допустим это какая-то резонансная дата и это резонансная дата приходится на буквально третий день после затмения посмотрела я конечно как астролог у нас солнце и луна меняют свое положение солнце как раз вот 21 сентября приходит в точное противостояние к нептуну солнце и нептун здесь конечно можно поговорить о многом это и некие иллюзии некие фантастики но с точки зрения астрологии в принципе все и я знаю что этот вопрос мы с вами потом если вы будете не против поговорим с точки номерологии более так подробно а сейчас я хочу спросить ну вот такого глобального уровня события как вы думаете возможно вот именно настоящий период времени или все-таки еще не настолько все горячо и остро чтобы происходили подобные глобальные события которых например вот предсказывает монаха авель ну как раз таки сегодня и было в этой третьей части сегодня об этом и шла речь дело в том что не только монаха авель допустим а было очень много схождений но вы понимаете нам же свойственно русскоязычным людям да свойственно смотреть только на русском языке а я подхожу это с точки зрения ну как это будем говорить международного языка международный язык сегодня во всем мире известен как английский язык поэтому на английском языке написано предсказание гораздо больше вообще-то говоря и гораздо больше людей которые этим занимались и причем ну даже хотя бы начнем с мишельди нострадамус который еще в 1555 году сказал о том что он готов не только сказать какие даты существенные но сказать допустим о том что какие доказать это все но и вот в одном из к тренов причем эти к трене это кодовые все вот я чем дальше смотрю вот так вот эти все номера вот тем больше мне эти номера говорят то что то чего мы вообще как бы не слышали не знали то есть обычному человеку ну номер такой то он же не смотрит что за номер допустим откровения на богослова там глава там 1 2 там 3 4 5 далее 9 примеру да уже не смотрят но там же под этим номером стоит она что-то обозначает то есть номер номер да или число оно взаимозаменяемое число значение скажем так человека да почему потому что но смотрите изначально и вначале было слово правильно как это слово доходит до человека это я просто делаю как из потолка свой анализ вот как оно доходит но вот сказали виде чего но доходит мы услыхали да мы услыхали чем услыхали ушами услыхали допустим скажем наша материальная вселенная и глава этой материальной вселенной будем так говорить брахма который который понимаете спросил у всевышнего он говорит господь а чего ты мне сюда поставил какова цель на его рождение понимаете значит это брахма спросил то это там он сказал трансцендитальный звук и вот эта вся мудрость вошла в него то есть он сразу постиг полностью все кто что для чего все это все знания это переводится как знали а и все эти знания вошли в него но как они вошли в него на том уровне как функционировал сам брахма допустим да ему не надо слова правильно ведь человек видит не только глазками глазками но к сожалению них хрена не видят извините да вот существует третий класс вот с помощью третьего глаза можно увидеть то чего не нельзя увидеть допустим нашим зрением обычно верно поэтому слова как они доходят на с помощью каких-то определенных вибраций ведь смотрите мантры до мантры мантры это ну мы сегодня называем молитва но мантра это звуковые вибрации вибрации то есть это числовое значение поэтому это все взаимозаменяется поэтому число это есть число это есть какое-то кодовое значение и человек это тоже число правильно поэтому ну я вот как астрономеролог допустим я должен просмотреть не только дату рождения вот вы смотрите дату рождения время как астролог до составляете гороскоп ну очень смотрите имя фамилия отчество вы же не смотрите второе вторую фамилию женщин ну да девичья фамилия потом фамилия 1 уже потом 2 м может потом 3 music ну они могут менять свою фамилию могут оставаться на своей фамилии и здесь огромное количество нюансов но изначально изначально вы по фамилии своего отца все-таки и вот эта фамилия играет свою роль и мы берем имя отчество и фамилию и приводим в гармонию имя отчество фамилия через числовое значение мы приводим гармонию с даты рождения и вот это очень важно поэтому когда человека называют не тем именем вот меня допустим часто называют я майкл уже 30 там с лишним лет 33 года но у меня по-прежнему чего-то русский человек называет михаилом вот как-то чуждое слово понимаете я пытаюсь это объяснить ну вот не доходит как-то я говорю о майкл джордан майкл даглас майкл джексон поэтому люди сейчас поэтому люди часто меняют это все точно так же как и женщина выходя замуж она часто берет фамилию мужа но она тоже должна находиться в гармонии поэтому вот это я к чему все это говорю потому что мы о себе к сожалению мало чего знаем и поэтому вот если об этом говорится где-то да то об этом говорится просто как о явлении как о статистическом каком-то ты точно серьезное значение это надо Надо учитывать, короче говоря, и тогда мы можем, в общем-то, многие вещи предположить, что произойдёт. Поэтому очень много нюансов, и это очень, кстати, интересно. И судя по этим нюансам, мы движемся не только по этим предсказаниям в итоге, мы движемся в очень серьёзное время. Да, время действительно серьёзное, Майкл, но хотелось бы немножечко отвлечься даже от нашей серьёзной темы. Вот как-то хочется всё время отвлекаться от серьёзных и важных вещей на какие-то мелочи. И сознание наше так устроено, что оно легко переключается с одного предмета на другой. И вы сейчас только что говорили о смене, то есть не о смене фамилии, нет, вы говорили о том, что мы человека рассматриваем, например, как его нумерологическую программу, учитывая имя, фамилию, отчество. А чуть-чуть затронули и тему такую, в которой моя мысль сразу нашла повод поинтересоваться. Вот скажите, человек меняет фамилию, ему родители в детстве поменяли фамилию, изменился числовой код. Возможно ли, что сам числовой код меняет судьбу человека? Это наверняка возможно. Но какой правильный код должен человек транслировать в этот мир всё-таки? Он должен возвращаться к корням, к своим родовым фамилиям? Или это не обязательно? Ну, если, допустим, женщина поменяла фамилию мужа, или ребёнка кто-то там усыновил, удочерил? Нет, ещё раз. Для этого надо сравнить это всё. Дело в том, что имя, учебная фамилия, оно тоже даёт какое-то значение. Ведь раньше имена давали не потому, что там Вася, Петя, Коля, Маша, Люба и так далее. Раньше давали имена совсем другие. Вот посмотрите, имена в духовной сфере, которые даются. То есть раньше люди шли к мудрецам. Ну, то ли это были рыбаи, то ли это были, допустим, ведические учителя. Правильно? И они давали имена, ну, совсем другие. Они давали имена, хоть ты, как бы, русский вроде бы человек, а называешь совсем другим именем. Вот это и есть второе рождение. Поэтому, безусловно, это несёт определённую энергию. В мире нашем, в таком социальном, что ли, плане, фамилия – это наша, скажем, профессия. Вот, несёт профессию. Имя – это родственные какие-то связи, допустим, да, как мы общаемся с родственниками. Случайности, конечно, тоже нету, как мы называем своих детей, допустим, да. Но желательно их называть именно в связи с качествами, которые они имеют. Но для этого надо знать о качествах, которые мы все имеем, и о программе, с которой мы все рождаемся. Но это уже никто не знает. В чём дело? И самое интересное – учиться не хотят. Хотя учиться надо обязательно. Иначе тогда в следующий раз, когда мы родимся, мы не станем на ту ступеньку, на которой мы находимся. Соответственно. Если мы считаем, что вся учёба заключается в получении профессии, и это среднее образование, а потом высшее образование, то это глубокое заблуждение. Это вообще и ни о чём. Это никакого нет эволюционного развития. Поэтому здесь надо учиться, в общем-то, совсем другим вещам. Майкл, ещё одно отвлечение позволите? Примерно. Да, конечно. Беспокойный ум не даёт покоя. Майкл, мы рассматриваем имя, фамилию, отчество. Существует матчество. Ну, допустим, предположим, играючись люди иногда начинают придумывать себе место отчества, матчество, то есть называют себя по имени. Возможно ли, что нумерологическая система будет точно так же точно описывать личность, исходя из нумерологического кода, если вместо отчества будет рассчитываться матчество человека, то есть имя матери человека? Нет. Никогда не было в истории вот этого. Я первый раз вообще слышал. Ну, это бывает сейчас. Название мальчества, это люди настолько изобретательны, что придумывали себе всякую ерунду. Дело в том, что, я же всё время говорил, это не потому что там второго рода или как-то в второй степени, но как-то мы же понимаем о том, что Ева была всё-таки сделана из ребра Адама, а не наоборот, а не Адам был сел, он из ребра ел. И, значит, главный всё-таки кто считается? Всё-таки мужская особь, она, ну, как природа так распорядилась-то, правильно? И женщина, которая выходит замуж, она выходит за муж, а не перед муж. Понимаете? А сегодня всё изменилось. Сегодня же на первое место выходят, так сказать, сильные женщины. Ну, как бы, пожалуйста, ради бога, кто же против-то? Только природа распорядилась-то по-другому. Ну, то есть, существуют какие-то принципы природные, я принципы, ещё раз повторяю. Ну, просто сегодня мы находимся в той точке, скажем, развития, которая, ну, совершенно негативная. Поэтому происходят на Земле вот эти все вещи, которые неестественные вещи. Они будут происходить, пока человек не дойдёт до того, что каждый должен заниматься своим делом, понимаете? Поэтому, ну, вот, примерно так. Я сегодня приводил пример с вашей подачи, познакомился с известным астрологом, его называют фамилию, его зовут Юрий. И вот мы с ним беседуем, ну, и я у него спрашиваю, а вот, скажите, это, ну, это пиржа, допустим, да, ну, я имею в виду принцип, да, как человек, мышление, да, человека. Ну, я говорю, вот разбираем какой-то одну, один инструмент разбираем, да, вот, допустим, сахар, да, стоимость сахара на пирже, допустим, да. Вот, я говорю, это он мне предложил. Я говорю, ну, хорошо, что вы собираетесь делать? А вот я знаю, что у меня будет в будущем период, который, ну, начнётся вот где-то там, скажем, в октябре или в ноябре месяце, да. Я говорю, и что вы будете делать? Вот я буду сидеть и ждать. Когда придёт этот период, я предполагаю, что я буду в него входить, в этот период, значит. Что происходит здесь? Я как психолог это анализирую, да. Человек, у человека есть три модуса поведения. Первое поведение, это называется гуны материальной природы. Гуны — это верёвки, которые держат нас, и так переводится, держат нас в этом материальном мире. Так вот, есть невежество, да, есть страсть, если по-русски говорить, да, и есть благость. Благость означает здесь и сейчас, да. А всё основное невежество — это совсем плохо. Ну, и страсть тоже нехорошо. Почему? Имеется в виду, что? Ну, мы планируем. Вот нас научили планировать, надо обязательно планировать, что будет тогда, что будет тогда. Так тут изначально уже есть ошибка. И этому, кстати, учил Бута. Один из его учений было о том, что не надо ничего планировать, не должно быть никакой цели. Потому что если мы ставим перед собой цель, этой целью мы себя ограничиваем. А у нас нет цели, у нас есть бесконечность, понимаете? Вот. Ну, так, ещё раз, в древности. Я просто рассказываю, как оно было раньше, да. Вот. И я говорю, вот вы сейчас будете сидеть и ждать, да. То есть вы планируете, да. Но я-то нахожусь здесь и сейчас. И чисто формально, мне интересно, а что я... А если дальше будет не так? Ну, тогда я буду ждать следующего периода. Значит, у вас нет уверенности, да, что будет от сегодняшнего числа, вот сегодня здесь и сейчас, до будущего. Ну, вот есть циклы. Он ответить не может. Я говорю, так вот, понимаете, какая вещь интересная? А я вижу уровни, допустим, да. На каком уровне могут произойти изменения. Куда мы идём сегодня или завтра, допустим, да. И причём я говорю, я сейчас буду это демонстрировать. Конкретно и примерно. В разговоре с Татьяной Синачиной я показал... Мы пару слов буквально про Дурова поговорили. А с вами мы говорили довольно много про Дурова. Вот, но Дуров инвентировал монету ТОН, правильно? Вот, и дальше что? Что ТОН? Ну, и начинаются разговоры про ТОН. Что, как, куда, чего? Всё теория, всё теория. Я говорю, а как нам теория помогает, извините, жить? Ну, для чего нам надо? Вот есть люди, которые, допустим, на колебаниях вот этой вот монеты, криптомонеты, зарабатывают деньги, кто-то проигрывает деньги. Так вот, я говорю о том, что независимо от человека, независимо от человека, любой человек до единого, все 100% людей, которые захотят получить вот здесь вот профит, я могу это доказать, его получат независимо от Дурова, независимо от монеты ТОН, и характеристика этой монеты и так далее. Фундаментальный подход, да? Независимо от людей, которые будут инвестировать в это, я покажу о том, что мы придём вот в это место, и тут мы заработаем деньги. На понижение он идёт вниз категорически, конкретно. Я показываю, и действительно так оно происходит. Буквально после окончания программы, там через 20 минут оно приходит туда, я показываю, один вариант плюс 15%, другой вариант, ну, промышленно, выход, другой вариант плюс 20%. Вот это практично. А то, что мы разговариваем и, так сказать, беседуем на Ютьюбе в разных программах или где-то ещё в каких-то других социальных сетях, это просто говорильня. Это интересно, я не спорю, да? Кто-то вызывает большие симпатии в своей действительно работе, исследованиями. Но как это помогает нам жить? Ну, не знаю, как это помогает. Да никак не помогает. Вот это просто идёт отвлечение от образования, образование, подчёркиваю, не от учёбы, а от образования, что мы созданы по образу и подобию. Отвлечение и чтобы, так сказать, ну, вот что произойдёт, то произойдёт. От судьбы не уйдёшь. Вот это все эти дурацкие разговоры, так сказать, под Богом ходим. Ну, примерно так. Вот и всё. Поэтому, если говорить о человеке, о его структуре, о его энергиях, то существует четыре вида эволюционного развития человека. И он обязан их выполнять. Так было всегда. Четыре вида. Первый из видов, это называется дхарма, на санскритское слово такое, то есть это твой долг, да? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Ну и вот эти все три пункта, вот эти все три этапа, три стадии, они везут к освобождению от наших привязок. То есть человек не просто создан по образу подобия, он всё-таки душа. Но мы слишком сильно привязаны к этому материальному миру. Ну вот и, так сказать, кто-то получает то, что, так сказать, задумал, а кто-то не получает. Ну и вот тогда возникает много вопросов. Почему этот получает, тот не получает. И начинаются рассказы. И все, значит, с точки зрения своей логики, начинают давать ответы, вообще не зная ни о чём. Ну вот примерно так. Поэтому учиться надо, короче говоря. Ой, учиться точно нужно, Майкл. Учиться и развиваться одному человеку можно, допустим. Для этого есть пути, которые предлагает нам любая культурная, религиозная, духовная традиция. И подразумевается в нашем обществе, что каждый идёт своим собственным путём. Ну вот даже, не знаю, представить себе один какой-то рабочий коллектив. Кто-то может быть христианином, кто-то может быть мусульманином, кто-то может быть кем угодно. Астрологом, торологом, врачевателем и так далее. И при этом совмещать разные функции. Астролог может быть мусульманином, астролог может быть и так далее. То есть море таких совокупностей, то есть какие-то двойственные, тройственные пути для каждого человека в отдельности. Мы предполагаем, что каждый идёт своим путём, но почему-то никогда не размышляем о том, а есть ли духовный путь для человечества в целом. Вот как вы думаете, религия, это то, что объединяет человека с поиском духовности, или всё-таки человечество? Религия – это один из элементов, которые действительно, вы правы, это, ну как бы в идеале должно было быть, да, постижение своей божественной природы. Но дело в том, что религия никогда не… Раньше она никогда не отделялась от науки, а сегодня у нас религия отделена от науки, религия сама по себе, а наука сама по себе. Поэтому есть учёные, которые доказывают с точки зрения материи существование Бога, да, то есть как можно с точки зрения материи доказывать то, что не духовные какие-то субстанции. Ну, как бы наоборот, да. Поэтому есть люди, которые там вычисляют, где находится Бог, сколько там душа весит, типа такое, да. Ну, вот сегодня опыты какие-то ставят, типа такого мы знаем, да. Но напрямую ведь никто же не связывался, где мы найдём человека. То есть в голове звучат какие-то мысли, какие-то связи, человек говорит, я общаюсь с высшим миром, тот говорит, я общаюсь с другим миром, магии там какие-то придумывает себе и так далее. Ну, ещё раз, но в идеале, да, но ведь религия, что религия? Какая религия? Вера, да. Вот у каждого сейчас своя вера, правильно? Иудейская, мусульманская, христианская, православные, там, допустим, католики, гугеноты, там, я знаю, куча всяких, адвентисты седьмого дня, ну, придумывают себе люди свои какие-то вот, это не видение, а видение, понимаете? Непонятно, что. Но мы знаем, Бог как бы один, ну, так давайте, так сказать, будем держать в области своего зрения, не материального, или в сердце, допустим, как угодно, образ того человека, кому мы поклоняемся, того существа, точнее, высшего существа. Поэтому, в идеале, да, конечно, так должно быть, религия, да, но сегодня она просто не в том состоянии. Поэтому одна религия запрещает другую религию, одна религия против второй религии. Вот то, что была программа, это, об этом-то ведь не говорят, войны будут там какие-то, правильно? И называется страны, которые ведут эти войны. Кто-то на кого-то, да? Да, но я не слышал. Точнее, они есть, конечно, об этом и говорят, но то, что самое главное не это, а главное сейчас нам предстоит это увидеть, пока накапливается это всё, но потом будет большой бух. То есть одна конфессия против другой конфессии, конкретно это сказано. Это христианская религия против мусульманская религии. Вот всё. И это будет очень, так сказать, нелёгкий путь. А вот какая двойственность? И будет много жертв в этом плане. Майкл, какая двойственность? Вы сейчас говорите вещи, о которых действительно говорят открыто, но при этом заявляют в международном сообществе о том, что будут создаваться якобы предпосылки для единой общей религии. И одно как будто бы противоречит с другим. И последнее, что предлагается, как устранение всех религий, которые между собой спорят, как установление новой, единой веры, в которой противоречий не будет. Как вы думаете? Вообще возможно, чтобы человечество объединилось вокруг единой какой-то духовной концепции? Я сейчас беру аспект чисто религиозный. Вот просто появилась новая концепция, которая поглотила весь мир. Вот сами по себе люди, по доброте своей душевной, по убеждениям, вообще теоретически могли бы перейти в такой единой концепции? Или только огнём и мечом их можно было бы обратить в единую веру? Дело в том, что нет единой веры, а попытки создать единую религию всегда были, давным-давно они были, они и сегодня есть, есть приверженцы. Более того, у нас на канале выступали пару раз с подачи, я не помню уже кого, я беседовал с представителями религии, называется Бахаи. Слышала, да. То есть это хорошая попытка, то есть благое какое-то такое желание, но это иллюзия, поскольку нельзя объединять. Необъединимое или что? Вначале такого не было. Вот если я обращусь к 40 тысяч летней истории, допустим, да, вот когда это было, когда на земле, ну не было же религий, правильно? Не было никогда никаких национальностей, но не было никаких не мусульман, не было никаких иудеев, не было, это всё было значительно позже, правильно? 5 тысяч лет история началась, да. А я говорю, ну до этого люди жили как бы, да, это же не первобытное общенное общество жило, это были высоко цивилизованные люди, потом появились там арии, допустим, там и так далее, да, там Атлантида и так далее, это было значительно позднее. Но вначале жило общество, правильно? У них не было вот этого всего, то есть, но закон идиный, правильно? Единый и Бог единый. Всё. Какая религия, какая конфессия, расскажите? Это сегодня слово религия, это сегодня слово религия, это более нам понятно. Но раньше такого слова даже не было, да, это сегодня, вот, religion, да, по-английски там это всё, оно и есть. И поэтому это разные попытки, да, попытки сделать то, чего когда-то уже было, но оно было по-другому. Поэтому вначале нарушили законы, все, правильно получается, да, нарушили законы. Стали появляться на земле страны, они страны, страны эти стали вводить свои законы, свои границы. Раньше было единое общество, так? Просто классы там были разные, каждый занимался своим делом, правильно? А сегодня у нас страны разные. Языков миллион, а раньше было только один язык, да, всего лишь, вот. И все говорили на одном языке. Сегодня попытка, допустим, сделать, это предсказано в Хавиши Пором, что будет Englishon, такое слово, или английский, да, там написано 5000 лет назад, написано о том, что на земле появится вот это вот, 5000 лет было написано, как универсально. Значит, что произошло, получается? Получается, расселились все, значит, нарушили законы, правильно? Единство, да, целостность. Ну, есть такое понятие целостность, правильно? Холистичность, целостность есть. Правильно? Так что главнее, холистичность, целостность или отдельная часть? Ну, что главнее? Организм или рука, нога, голова, там, и так далее. Это происходит сегодня. Значит, я рассуждаю чисто логически, правильно? что произошло нарушили законы все это люди народ шли законы после этого когда нарушили законы попытка не знаю попытка собрать из этих дней что собираем пазл вот это собираем пазл у них те вещи которые сейчас происходят на земле не должно происходить войны но вот войны они были всегда и они будут всегда душа это борьба одного против другого а почему а потому что в каждом из нас живет демонические наклонности к примеру да и наклонности россии и вот это будет темного там нету светлого там нету вообще ничего там нету желание доминировать там нету желание так сказать вот наших материальных желаний которых у нас хотела там есть одно качество качество это не желание желание это уже прерогатива нашего материального существа до нашего тела душе есть качество качество любовь любовь какое в другой душе вот и все и понятно к создателю всевышнему поэтому это иллюзия ничего этого не будет но какие этапы должны какие-то этапы должны пройти и они да это будет намного будет лучше но пока пока будет плохо прежде чем будет хорошо будет плохо вот мы как раньше в этой стадии когда будет очень даже плохо если мы хотим постигнуть ножках минимум побыть подольше здесь да хотя бы для того чтобы получить какое-то свое образование да и стать на какой-то ступеньку на какой-то в это эволюционный виток но тогда нам надо заниматься своим образованием если мы этого не хотим ну тогда будем скакать по этим чатам мы по этим самым и хлопать в ладоши своим кумирам которые о чем-то рассказывают но практически практичности здесь никакой нету просто вот и все да майкл не в бровь а в глаз все-таки несмотря на то что время нашего эфира уже подходит концу майкл я хочу вам дать еще один вопрос очень провокационной с моей точки зрения у меня как женщину очень волнует майкл вопрос вы чуть-чуть раньше затронули патриархате о том что так вот и изначально и было что ева появилась из ребра дама возможно ли все-таки что когда-то матриархат существовал и возможно ли такая форма организации общества как матриархат или только патриархат нет сегодня возможно все поэтому сегодня у нас есть радужные какие-то настроения у всех вы понимаете о чем идет речь до разных так сказать вариантах эти радужные дома матриархат существовал безусловно да всякие там амазонки были правильно там диана охотница там сказать у них одной груди там не было там допустим да но это все было значительно значительно позднее я не буду сейчас даваться детали как это было потому что ну была такая ситуация фактическая когда там один из три мульти вот это вот брахма вишну и шива да вот он решил там сказать заняться не тем чем надо и наплодил на земле какие-то очень ненужных существ всякие появились там кино и вот эти вот кентавры это русалки там вот это все ну а ракшусы демоны какие-то там появились это все значит было значительно позднее но вообще сама история о том что его было сделано из ребра дамы было не такое я об этом рассказывали не один раз вообще-то эта история появления которая вылилась потом значительно позднее через несколько тысяч лет на вылилась вот эту вот историю дама и евы вот это эдем эдемский сад и так далее но изначально было не так потому что вот йог йог которого звали а дома или адам это был йог да он провел медическую церемонию то есть изначально был йог он до мужской мужчина допустим а лилит как же а лилит как же говорят что у него была первая жена лилит а потом уже к его у адама когда адам отверг лилит ну причем тут адам я же рассказываю это современные теории которые не на существует это можно кому еще раз повторяю современные теории рассказываю то что было значительно раньше так как оно было а то что сегодня мы придумываем себе теории то мы играем какие-то спектакли это ладно это бог с ним и белая луна и черная луна и лилит имеет отражение никто не я с этим не спорю это сегодня вот время изменилось но еще раз повторяю после из вот после проведения ведической церемонии огненной церемонии из огня вышла очень красивая девушка она была абсолютно ногая и звали ее объявать и объявать и отсюда пришло слово его объявать и это означает на санкрести вышедшая из огня вот она вышла из огня так она откуда-то появилась но изначально и и не было правильно начально был только йог вот это атома да и выкатился плоды потому что производная физических вот эти по церемонии под название ягья или яджна они вот так сказать после этого остается какие-то ну какие-то вещи вот я допустим нашу регулярно вот уже много лет я ношу такую кавачу кавача это броня типа защитная это результаты ведической церемонии яги когда вот остатки там каких-то вот ну не знаю сгоревших танк чего-то там сгорело там дерево допустим пепел там или что-то там еще в общем запаивается в две половинки такого вот называется это кавача короче говоря ну и потом браман дает это человеку который служит это его вот мы же этого не знаем этих вещей а это очень и очень серьезная защита поэтому любая ведическая церемония которая сделала хоть на так на бизнес на здоровье на что-то еще она в конечный результат этого сделается вот это вот человек получает свое желаемое ну и вместе вот эту кавачу может тоже носить ее вот я допустим нашу так вот выкатился плода и этот плод был похищен демоном он был похищен и потом он оказался о том что плод это как бы все собирательное значение всего негатива который только существует в мире он был в плоде и вот этот плод как раз потом обыгрывается в этой эдемской теории всем известный когда змей предлагает еве вот вкусить это яблоко яблоко греха да и это и есть грех вот оттуда как бы считается вот это вот пошло но до этого ведь тоже была история какая-то это заключительная история которая ну описывается как она была я об этом тоже не один раз рассказывал я в коротко сейчас это рассказываю но это к тому что в общем то если брать ведических богов то все они до единого мужчины да но у них есть экспансия их экспансия экспансия у вишну есть лакшми у шивы есть парвати и брахмы и есть сарасвати допустим жены их но они в то же время являются у кришны есть радха допустим да вот то есть это их экспансии или их жены но просто нам это непонятно что к экспансии да поэтому ну вот он и она муж и жена ну а если говорить о планетах то все они до единого мужского рода об этом я уже говорил поэтому это тоже очень непонятно и для многих как это венера на что венера это жена и мы считаем это не она или луна это она нет не она это он более того луна соблазнил понимаете ну солнце там у них появился ребенок который но это все описывается вообще-то говоря это меркурий короче говоря там много таких вот историй звучит как сказка но они многое объясняют вообще-то говоря вот лунные стоянки там все вот это ночью вещи достаточно необычное для восприятия да но они ну они практичны они объясняют очень многие вещи то что сегодня происходит на небосводе у нас нету времени поговорить про урана хотя вот я сегодня вот когда делал передачу я делал отсылки хотя уран мусс я не упоминал но вот сегодня три планеты очень такие с периодом обращения медленные короче говоря планеты это уран плутон и нептун они играют очень большую роль и херон кстати вот просто огромную роль в сегодняшнем мире это вот то что будет происходить это уже вы так сказать тоже должны наверняка это и знаете мы обсудить хотели с вами майкл сегодня но что-то я прям поговорим еще у нас увлеклась вопросами а ведь действительно между ними сейчас установилась гармоничная связь и это между планетами цикл плутона 248 лет цикл нептуна 165 лет цикл урана 84 года то есть вот чтобы они сошлись все между собой в эту гармоничную конфигурацию который носит называем название треугольник бисекстиль но это очень редкие периоды времени и вот они все значит у нас встречаются вместе казалось бы сулят обществу предпосылки прекрасного процветающего будущего а мы оказываемся в кризисе об этом конечно майкл поговорить нужно чтобы прояснить почему же такое хорошее явление вот пока мы воспринимаем так негативно может быть вообще это временное правда может быть хорошее что-то будет устанавливаться раз они сейчас встретились в общем здесь конечно много нюансов вы знаете есть такая поговорка нет ничего более постоянного чем временно отлично я обожаю да поэтому это все очень и просто для восприятия я что хочу вот мы говорили я упомянул о том что мы говорили саре маром там больше часа не хватило программы не в этом плане не хотела программы потому что я ему говорю ну понимаешь как вот у тебя все здорово ты прекрасно держишь ее аудиторию все и очень интересно говоришь это все классно да но я хотел бы допустим чтобы это было как-то практично поэтому речь шла у нас не возьму его возможным участием в программах университета сангейц в части образования но по разным направлениям допустим но у него есть об этом они конечно не говорит но у каждого человека в принципе так было раньше ну и так как у нас есть и сейчас у многих обязан быть учитель обязаны быть учитель у кого из нас есть твоя учитель ну у вас я знаю есть но это очень и очень немного людей которые имеют своего учителя но и вот у него тоже есть свой учитель духовный месте вирусить ему сказать тебе надо делать вот это тебе надо сделать вот это и И человек просто берёт и делает, потому что это руководство в действии. Там нет такого, я не хочу, я потом не знаю, я подумаю, я буду делать потом, ты должен делать прямо сейчас. А это примерно то же самое, как ребёнку, который, не знаю, два годика, ему говорят, мама или папа, ты делай вот это, он что, будет спорить? Я, говорит, с этим не согласен или как? Ну, на каком основании? У него же нет, у него же спорие чистое. Он воспринимает всё это чистою монету, правильно? Ему говорят вот это вот, и всё, он воспринимает это всё, правильно? Когда мы начинаем взрослеть, мы начинаем становиться какими-то очень и очень умными, как мы себя, так сказать, позиционируем, да? Но это же глупо. Это вот прерогатива нашего материального общества. Человек живёт совсем другими энергиями и, к сожалению, поэтому имеет огромное количество проблем. Ну, к сожалению. Ну, вот примерно так. Поэтому у него, да, у него, я говорю про Реэля, да, и возможного участия. Он говорит, я должен спросить разрешения у своего духовного учителя. Если духовный учитель ему его поддержит, то, что я говорю, вот, то предлагаю, точнее, ну, тогда мы будем беседовать уже совсем по-другому. А пока это разговоры, вот, на какие-то темы, да, они могут быть интересными, неинтересными. Потому что для человека, как можно говорить о духовности, показывая, допустим, биржевые графики? Ну, а что? А духовный человек – это кто? Это человек, который сидит в пещере или в монастыре? Так мы же не сидим ни в пещере, ни в монастыре. Мы же находимся в социуме. Я же все время говорю, вот, повторяю, интересный вот пример, когда моему приятелю, да, у меня есть духовные люди, которые лет 40, наверное, или около того, занимаются духовными практиками. Они имеют, в миру имеют нормальные имена Саши, Наташи, да, но они, никто ими не пользуется, их называют уже очень много лет их духовными именами, да. И вот как-то приехал к ним, и эту историю уже не один раз рассказала, приехал к ним его учитель, да, и когда они беседовали, а у них в доме звучит духовная музыка, они читают поклонения, там, мантры, все вот это, все очень, едят пищу, все, в которой только предложенную пищу, освященную пищу, очень и очень много лет. И вот учитель у него спрашивает, а скажи, вот сегодня тебе на чем надо концентрироваться, на духовности или на бизнесе? Он говорит, тут учитель, он поразился, странный вопрос, говорит, как это, конечно, духовности? Он говорит, ну и дурак, он опешил, как, почему, он говорит, а расскажи мне, а ты живешь где, в пещере, в монастыре? Вот такой вопрос, он говорит, тебе не надо, что, тебе не надо водить своего ребенка на какие-то кружки, да, тебе не надо оплачивать вот свои коммунальные услуги, допустим, стоимость того жилища, в котором ты проживаешь, тебе надо это? Да, ну и расскажи мне, где ты найдешь деньги на все это дело? Ну тебе надо работать или нет? Ты же не в пещере еще раз, не в монастыре, ты должен ответить за образование своего ребенка, тебе надо собирать ему деньги на его образование, где он их возьмет? Он же ребенок, правильно? Молодой человек. Откуда он их возьмет? Тогда это совершенно четкое распределение, вот концепция, как должен вести себя человек, в каком возрасте, как он должен опекать своих детей, родителей, как должны дети опекать своих пожилых родителей, к примеру. Здесь совершенно четкие, это законы, это законы, это не просто я хочу или не хочу. Вот невыполнение законов не несет за собой очень серьезную ответственность за нарушение этих законов. Мы же это прекрасно знаем, но мы не знаем, в чем заключаются эти законы, вот в чем дело-то. Понимаете как? Ну и вот он говорит, ты должен сегодня, сегодня, конечно, ты должен заниматься то, чем ты занимаешься, ты должен вести, так сказать, все делать, как ты и делаешь, ничего не меняется. Но ты можешь про себя повторять мантру, допустим, или то, что ты повторяешь, да, ты должен, ну ты должен обеспечивать, ты обязана, твоя прямая обязанность. Ты же живешь не в духовном мире, а в материальном мире, поэтому твоя прямая обязанность, тебе надо зарабатывать деньги, вот только и всего. Если ты не можешь обеспечить, или ты постоянно сражаешься вот с этими демонами денежными, бедный, ты и несчастный, значит, ты не выполнил свое предназначение, значит, ты не знаешь, как его выполнять, вот и все, значит, ищи варианты. Но если ты будешь каждый раз сетовать на свою несчастную судьбу, вот эти там, а ты у них вот так, а у тебя так, ну ты дальше не продвинешься. И вот духовная программа, на которой они постоянно делали, там, ну, не знаю, как минимум раз в неделю, а то и больше, да, они продолжают их делать, но совсем акцент сместился в другое место. Они стали заниматься, ну, не сказать, что бизнесом, но образованием. Вот это образование, как угодно мы можем понимать, что это бизнес, но это образование, если преподаватель дает, то он будет получать, правильно? Отдавая мы получаем. Но студент, который должен обучаться, он что, он же не может брать это, потому что это противоречит закону. Отдавая мы получаем, значит, ему надо каким-то образом найти возможности отдавать, и тогда он будет получать. Причем не потом, а вначале он должен отдавать. Вот и все, это закон, это, значит, постоянство окружающей среды, допустим, да, есть такой термин в медицине, допустим, да, и закон сообщающих сосудов, вот есть такой физический там закон и так далее. Ну, вот примерно так. Так, Майкл, вот это удивительная, конечно, история. Вы отвечаете на незаданный вопрос, и это не первый раз происходит, и я так вот сейчас прямо вас слушаю, думаю, как же это так интересно складывается. Я вас слушаю, а у меня вопрос уже есть, и вы представляете, вы отвечаете на мой вопрос частично. То есть вопрос у меня был следующего характера, ну, просто вот сейчас я его задам, и вы поймете, что вы на него частично ответили. Вопрос был следующий. Вот вы рассказываете о том, что у Риэля Моромы есть учитель, что учитель есть у вас, учитель есть у меня, и что человек, который следует духовному пути, он будет следовать совету учителя. Вот история, которая мне известна. Я однажды беседовала с Марианной Шканчиковой, это супруга, известного достаточно в России в свое время, астролога Алисалома Подводного. И в беседе вот прояснилась такая ситуация, что она мне была тогда неизвестна, что Арестович, это такой вот известный политик на Украине, был учеником Алисалома Подводного, и ему говорила Алисалома Подводного, и как я поняла из этой беседы, что заниматься политикой ему не нужно, если он следует духовному пути. Но мы видим результат, что человек идет не так, как ему сказал учитель, то есть многое зависит от человека лично. И вот сейчас вы поднимали такую важную тему, как учитель и ученик, и поэтому мой вопрос как-то вот я хотела задать, исходя из того, чем живет Сангейтс, из позиции того, что вот вы учитель, у вас есть ученики, ученики есть у тех преподавателей, которых вы пригласили на Сангейтс. И вопрос был в принципе в следующем, я так долго подхожу, простите, пожалуйста, вопрос был в том, каких учеников бы вы на Сангейтс хотели бы видеть, вот какой ученик самый желанный для этой школы? Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что я себя уже давно не позиционирую как учитель, поскольку я принял наставления, которые мне были даны на Востоке заниматься тем, что у меня лучше получается. Потому что, скажем, специалистов, профессионалов в своем деле довольно много. И даже если я буду, ну, самым, может быть, или одним из самых крутых, все равно найдется кто-то лучше меня. Правильно? Поэтому мне не нужно быть сегодня, ну, я это объясняю с точки зрения нумерологии, есть две части человека, два этапа жизни в этом плане, да. Это, ну, один примерно до 35-40 лет, а дальше следующий этап, это кармический этап. Вот мой кармический этап заключается в том, что я организую, о том, что я вдохновляю и так далее, и так далее. Несмотря на то, что я, да, действительно учитель, преподаватель, гуру, там и был им когда-то, и причем довольно известно был в прошлое, так сказать, воплощение. Вот. Но сегодня я делаю это. А по поводу, это первая часть, а по поводу второй части, кого хотелось бы видеть, но для начала человека, который сам по себе не пуп земли. То есть есть такое понятие, которое есть только в одной конфессии, насколько я осведомлен, это смирение называется, да, смирение. То есть и во всех текстах говорится, ты должен быть ниже соломы, лежащей на дороге, тише травы, ниже воды, наоборот, ниже травы, тише воды, да. Вот, есть такая поговорка. Поэтому не надо строить из себя крутого о том, что ты знаешь. Это первый момент. И второго ни в коем случае нельзя никого обвинять. Почему? Потому что самая главная причина наших неудач и проблем хранится, я уже не один раз об этом говорил, в зеркале. Поэтому, если мы хотим что-то постигнуть, нам на первых порах признать о том, что, ну, как знаете, вот я присутствовал на таких вот мероприятиях, которые называются анонимные алкоголики, да. Я был там на рекрите, водили нас на экскурсии, типа, да. Вот, и где человек уже лет 35-40 не пьет, а встает и говорит, меня зовут так-то, я алкоголик. Вот, а он уже не пьет, лет 35-40 лет. То есть, первый этап, первый этап, 12 шагов, есть такая программа, но многие знают. Так вот, на первом этапе надо признать о том, что ты алкоголик. Без этого ты дальше никуда не пойдешь. Следующий шагов. Вот. То есть, надо признать о том, что в своих бедах, несчастьях и судьбе виноваты мы сами. Для начала, да, тогда мы можем продвинуться дальше. Вот мы признаем, да, мы есть. Ни в коем случае не нужно, значит, пытаться объяснить свое поведение. Вот, я приехал, допустим, в Индию, да, и мне начинают рассказывать то, чего я вообще, не то, что ни сном, ни духом, а я вообще категорически против. То есть, я приехал своим западным, естественно, образом мышления и всего. А там, оказывается, все по-другому. Вот. И если бы я начал с ними спорить и рассказывать, что это не так, и есть там другое, то я бы ничего и не узнал бы. А я просто молчал, да, заткнул себя, вот, понимаете, хотя все во мне, может, и восставало против того, что я узнавал, ну, и слушал то, что мне говорят. И потихоньку, постепенно у меня стали появляться ответы на вопросы, которые я мог бы задать. Потому что прямого вопроса, если бы я задал, мне бы объяснили так, и я бы ничего не понял. Потому что я бы остался на своей позиции противодействия, противоборства. Вот как у нас происходит, да? Вот я беседую даже со своими близкими. Вот я беседую и говорю. Знаете, что мне, как мне отвечают? Вы заметьте, просто проведите эксперимент. Согласия нету никакого. То есть идет все равно со стороны, да, противодействие о том, что это не так. И начинается спор постоянно. У нас же постоянно спорят, друг с другом все спорят. Два дурня спорят, понимаете, доказывает один. По сути, они доказывают, что один турнее другого, они пытаются доказать, что один умнее другого. Вот постоянно. Вот я начинаю говорить, а мне говорят не, и начинается сразу в оппозицию все вступать. Проведите эксперимент, вы увидите. Начинаете о чем-то рассказывать, полное недоверие. Я не верю в это, я не верю в то, что за бред. Ну и начинается вот это все, да? То есть человек ничего не знает, да? Но зато он начинает судить. Вот это самое худшее, что может быть. Ну и вот этот третий аспект. Не судите, да не судимы будете. Ни в коей мере не пытайтесь найти правду, да? А во всем, значит, виноваты мы сами. Вот если бы я попытался, знаете ли, искать правду, сколько раз и меня обманывали, не только меня, многие, да, но меня обманывали очень и очень много раз. Я чисто, так сказать, доверчивый. Поэтому меня сегодня меня обманывали тоже можно очень легко. Но просто один раз. Второй раз я так или иначе вычислю. Поэтому вопросы, которые я отвечаю на ваши вопросы, я просто считываю и все. Это довольно просто. Поэтому я никогда не готовлюсь к программам. Все вопросы у меня абсолютно спонтанные. У меня нет никаких записей. Поэтому я говорю, на любые вопросы, в принципе, можно отвечать. Я их считываю откуда-то, там, ну не знаю, с другого уровня. Поэтому вот это хотелось бы, чтобы так это было. Но с этой целью, собственно, и был создан Центр Сангейт. И идея этого была не на поверхности. Поэтому вначале, я уже объяснял это, вначале были люди просто, ну, скажем, я это называю аудитория, которая, просто аудитория, да, она совершенно неоднородная. Но со временем она становится однородной, потому что потихонечку приходит понимание. Ну, я, ладно, я поехал туда, вот я там это изучил. Но сегодня я пытаюсь это передать. А кто готов, тот соглашается. Кто не готов, нет проблем. Я все время говорю, каждый человек имеет свое право на мнение, и не обязательно надо со мной соглашаться в этом плане. Ну, так было, я говорю, просто так было раньше. Так проще. Так проще начать что-то изучать в эволюционном своем понимании. Особенно вот это божественное эгрегор, то, что мы называем религией, надо подключать. Если его не будет, вот в этом мы абсолютно один в один с Ариэлем сочетаемся. Почему? Там могут быть разночтения, конечно, в его зрении, потому что школы абсолютно разные, совпадает очень многое, но какие-то отдельные моменты могут не совпадать. Допустим, я могу не соглашаться с чем-то, он может не соглашаться с чем-то. Но то, что божественное эгрегор, а мы и есть души, то есть божества, вот это вот у нас есть. Поэтому надо подключать, а быть на материальной основе только, это очень будет больно потом, ну, со временем многим. Ну, так. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Майкл. Исчерпывающие ответы, они меня полностью, как сказать правильно, убедили, и очень радостно было вас слышать, дорогие друзья. Я вас благодарю, Любовь. Вы, как всегда, задаете очень корректные вопросы, очень справедливые. Но они важны для меня. Вы замечательная ведущая. Не зря у вас на канале сегодня. Значит, это я говорю, это мне Ариэль опять же рассказывает, вот вы знаете, у меня всего-то канал существует там полтора месяца, вот у меня столько-то человек, столько-то просмотров. Так, я ему говорю, ты знаешь, вот у нас есть канал «Сангеть Москва», и ведущая канала «Любовь Звезина». «Любовь Звезина», так вот я могу тебе показать, я показываю картинку, которую мы получили, у вас она тоже есть, я вам ее отправил, где написано о том, что просмотров за этот месяц было полтора миллиона часов просмотров, полтора миллиона часов просмотров было за один месяц. Он говорит, такого же канала, наверное, которого уже много лет, я говорю, нет, я говорю про канал «Москва», который всего-то, ну, может быть, сейчас два месяца, но во всяком случае он был практически ноль, а сейчас две с половиной тысячи подписчиков есть. Я надеюсь, что будет становиться все больше и больше. Во всяком случае, я отобежу, что это становится больше. Благодаря Любови, да, вашим замечательным программам, вопросам, так что я очень рад, когда вы мне задаете эти вопросы. Ну, это же интересно, интересно и для меня самой, и я надеюсь, что это интересно для слушателей, потому что такие вопросы, я думаю, возникают не у меня одной, а, я думаю, что у многих. Спасибо, Майкл, вам большое, что вы на них ответили. Да, взаимно, взаимно. Хорошо, всего вам доброго, благодарю. Спасибо большое, дорогие друзья, вам всем хорошего времени суток. Вот, и, конечно же, присоединяйтесь к эфирам «Сангейтс». Майкл уже все завершил наш с ним диалог. Вы слышали такой пип знаменательный. Вот, ну что ж, у меня вообще-то уже поздний вечер. Я-то уже бай-бай скоро побегу, а у вас наверняка, если вы там где-то живете в других странах, еще и день впереди, но в любом случае, хорошего, доброго вечера и хорошего, доброго дня. А кому-то даже утро, а кому-то даже спокойной ночи. В общем, дорогие друзья, если все будет хорошо, я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Вот, всем пока-пока.